Ладно, привет всем в зуме. Слышно? Видно? Экраны? Плюс, да, плюс, да. Ну, отлично, окей. Хорошо, тогда давайте начинать. Значит, да, у нас первый семинар. Первый семинар будет в основном про PyTorch. PyTorch — это библиотека, которая позволяет очень удобно работать с разными математическими операциями, в том числе, короче, в ней все удобство NumPy, которое мы видели, и плюс то, что в ней основного, это то, что автоматически сохраняются все операции, запоминаются, и градиенты все считаются за вас. У вас сегодня была лекция, по-моему, про Backpropagation, и там вы можете догадаться, что если все эти функции... Короче, если у вас какая-то очень большая нейросеть, и там операции со временем становятся сложнее, чем просто там матрицы перемножать, то очень сложно становится следить за градиентами, и еще сложнее, короче, руками это все писать. Чтобы этого не делать, есть вот этот прекрасный PyTorch. Есть аналоги типа TensorFlow и Jaxx, и еще пары, наверное. Но вот PyTorch потихоньку вырывается в самые удобные, и поэтому будем изучать PyTorch. Значит, да, план такой. Сначала посмотрим на NumPy, вспомним, что это такое. Сравним с Torch, увидим, что довольно похожий интерфейс. Потом посмотрим на тензоры в PyTorch, потом посмотрим, как рассчитываются градиенты, и в конце напишем маленькую нейросеть, и еще познакомимся с инструментом, который позволяет логировать процесс обучения. То есть мы всегда, ну, в прошлом семестре мы просто писали там свой массив, в который добавляли ошибку, а потом чертили график. Но это можно делать удобнее. Для этого есть специальный сервис, и трекать, по сути, можно намного больше, чем просто одну метрику какую-нибудь, ну, лосс там, как мы это делали в прошлом семестре. Все, импортируем. Значит, мы отполагали, понятно, Torch. Потом у Torch есть много всяких подмодулей. Потом увидим, для чего они нужны. Ну, в общем-то, да, это все импортируется. Все, смотрим на Py. Значит, случайная матрица, размера 5 на 3, понятно. Для того, чтобы узнать ее размер, есть функция shape. Для того, чтобы поэлементно увеличить значение, добавляется, ну, просто через плюс делается, и видим, что поэлементно прибавилось. Все просто, все знаем. Потом есть матричное произведение, да, это через вот такую собачку. Для того, чтобы совпали размерности, ну, просто матрицу А на А не получится умножить, да, потому что у нас размер 5 на 3, если помните, то там должно совпадать. То есть у вас, ну, короче, размерности должны быть одинаковые. То есть 5 на 3 можно умножить только там на 3 на 5. Нельзя 5 на 3 на 5 на 3 умножить, поэтому транспонируем, да, и наше 5 на 3 превращается в 3 на 5, и получается размер 5 на 5 матрицы. Есть у кого-то неуверенности с тем, как матрица умножается по поводу размерности? Ладно. Да, потом можно посчитать среднее. Передаем сюда, по какой оси считается среднее. Значит, что, да, у нас, ну, короче, если у нас матрица, то среднее можно по-разному, да, посчитать, можно по столбцам, можно по колонкам, можно еще как-то попытаться придумать какое-то свое среднее, но, в общем-то, а если передавать минус 1, то он, видимо, понимает это как по колонкам и считается среднее по колонкам. Дампай, все знаем, ну, и можно решать, да, соответственно, у нас было 5 на 3, мы хотим 3 на 5, просто передаем вот эти два размера и решаем. Это все делали. Теперь в качестве разминки давайте напишите мне, пожалуйста, в своих ноутбуках, как посчитать сумму квадратов натуральных чисел от 1 до 10 тысяч. Давайте минут 3, вам дам 4. Просто размять нампайские пальцы. Без циклов, без всего, конечно же. Сейчас нампаем. С вами пишите в чат плюс, если закончили, если сделали. Спасибо. 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 пытается хорошо ладно тогда после семинара подойдешь разберемся а давайте напишите по я буду так писал значит сумму квадрат натуральных чисел да у нас есть какое-то натуральные числа пускай будет x это 1 1 1 до 10 тысяч 1 чтобы включительно да да потом нужен квадрат поэтому это x умножить на x он по элемент умножить и чтобы из этого сделать сумму это просто нпс ум так вот ну и вот столько столько все круто работает нормально анализ данных в общем да можно вопрос это чтобы красиво было так можно делать нижнее подчеркивание чтобы эти путя число вот такое будет и чтобы глазкам больно не было можно это он разрешает вот так нет на само число назначение влияет это просто такое приятно глазам чтобы было понятно что это за число вот да ну и все давайте теперь посмотрим на аналогичное вот мы гид операции сделали до простейшие в нам по и давайте вот их же сделаем по и тоже просто чтобы увидеть насколько они похожи между собой вот создаем рандомную матрицу тем же рант 5 на 3 размерность также через шейп поэлементное увеличивание значения также через плюс просто плюс число потом для перемножения тензоров то есть тензор это многомерная многомерный вектор у нас есть просто вектора да это вектор размерности 1 у нас есть матрица это вектор размерности 2 у нас есть что-то типа куба какого-то да это уже тензор размерности 3 но есть соответственно многомерные вектора и вот они называются словом тензор в нашем случае вот у нас наш x это тензор размерности 2 но и вот тут написано для перемножения тензоров каких-то более сложных там есть специальные операции и специальный синтаксис но у нас матрица поэтому проще типа вот любой из того что перечислено подойдет есть matmole да то есть тоже . matmole x это наше исходное потом transpose как видим тут еще задается короче какие размерности транспонировать потому что можете представить даже если у нас какой-то четырехмерный тензор то неоднозначно определяется что такое транспонировать да то есть что это переставить какие-то две размерности какие две поэтому можно вот тут вот передавать но если какой-то простой элемент по типу вот наши двумерного тензора то видимо он просто через . t тоже понимает ну и вот это два варианта перечислены из всех возможных и ну видим что действительно один тот результат на и скорее всего самый простой самый простой тоже сработает и даст такой результат ну то есть точно так же как в нам по и видим что результат такой же резал деслина fertilizer и цифрки все эти инаковы короче все просто ничего нового запоминать не приходится тот же синтаксис точно также средний рассчитывается по колонкам потом можно менять размер видимо функция решает прям нету но есть вот такая функция view которую передается то какие размерности вы хотите получить то есть x это наш исходный тендер до размера 5 на 3 помощью функции view передаем к размерность мы хотим получить там 3 на 5 естественно должна быть адекватной да то есть если мы сделаем 300 то он скажет типа нет что-то не то не хватает у тебя элементов для того чтобы сделать на 300 сделать 3 на 5 вот ну и у нас 15 элементов поэтому там как еще можно 15 убить нам может можно как-то нет нельзя 15 на все равно все получается нормально ну короче я к тому что следите за размерностями в этом надо держать в голове они должны быть должен соответствовать количеству элементов вот да потом вот тут у вас пример такой интересный который показывает что не нужно view использовать ну то есть view или решейт что не нужно его использовать как для транспонирования что он не ведет себя так как вы хотели бы чтобы он себя вел и вот это показано например вот в этом вот в этом примере что мы передаем ну вот значит вот наша изначальная наша матрица x мы говорим что мы хотим переделать решейтнуть ее в размерности в такие же как будут в размерности у x а транспонированного и вот мы его так решейтим и сравниваем с транспонированным иксом и видим что какие-то элементы не совпадают то есть что-то как-то он по-другому переставил все это все к тому что вот вы бы могли захотеть транспонировать с ней через точка t а через просто переделывание из 5 3 в 3 5 но вот этот пример показывает что это не одно и то же что транспонируете уж лучше там либо буквы т либо транспоуз короче да просто переделывание из 5 3 в 3 5 не транспонирует а как-то по-другому представляет элементы да ну и вот у вас тут написано что какие операции меняют свой вид относительно нам поеда что у нас нет решей по у нас есть view что у нас в сам передается не акциз а там dimension и что изменение типа тоже немножко по-другому выглядит официалом там есть какие-то маленькие значит маленькие изменения но вся суть того вот этого примера в том что интерфейс очень похожий вот но и давайте то же самое чтобы убедиться сделать то же самое за две минуты торча вот эту сумму квадратов натуральных чисел от 1 до 10000 да но если вопрос конечно задавайте перебивайте прям по ходу семинара задавайте какие расписки. м Спасибо. Что мы занимаемся там? А? Серьезно? А чего вы до этого мне не сказали? Там, короче, если обратите внимание, у вас в репозитории есть файлик requirements.txt, вот по нему устанавливайте, потому что, ну точнее, если вы уже там сто лет загрузки ждете, ждите уже. Но лучше по requirements, потому что часто такое бывает с торчом, ну и вообще вот с этими нампаями, с калерными, что они там хотят друг от друга каких-то определенных версий, и вот сто лет выходит выяснение, кто с какой версией дружит, поэтому, поэтому да, если есть файлик requirements.txt с фиксированием версии, которая точно работает, то пользуйтесь им лучше. Так, а может в зуме кто-то сделал? Напишите, скиньте. Торча range, ну да. Да, если честно, я просто сомневался, что в торча есть функция range, поэтому я такой, ребята, скиньте. Ну да, есть даже range, в крайнем случае можно было, если бы не было, почему нет, ладно, можно было бы сделать нампаевский range, нампаевский array, передать его в torch.tensor, но мы сейчас дальше увидим, как это делается. И дальше все делает то же самое. Да, 100001 просто а умножить на а, torch.su. Работает? Да, работает. Но обратите внимание, да, что он даже это делает как тендор, то есть это какой-то нольмерный тендор получается. По-моему, вот так достается само число. То есть, да, тут внимательнее. И вот эта тема с тем, что число это тоже тендор, она периодически вылезает, когда вы там будете сетки писать и пытаться какие-то лосы вывести куда-то, там будут какие-то проблемы, да, и это нужно держать в голове, что это тоже тендор. Понятно. Давайте тогда дальше. Посмотрим еще на какие-то базовые вещи, которые мы умеем в NumPy, типа там пустых листов, рандомных тендоров, нулевых и так далее. Все довольно легко создается, очень интуитивно похоже на то, как мы делали. Для того, чтобы пустость создать... Кстати, ну да, единственный вопрос, почему он заполняет какими-то числами. Ладно, я не скажу сходу. Видимо, он какие-то числа туда заполняет, которые... Короче, где-то в памяти лежат, и он, чтобы не тратить лишней памяти, просто заполняет их тем, что у него уже в памяти есть. Видимо, что-то такое происходит. Поэтому там сразу числа есть. Ну, хорошо. В общем, рандомный создается также через rand. Нулевой тоже, тоже zero, все легко, понятно. Вы можете указать тип данных, да. Потом вот то, что я вам говорил, что можно создавать... И это, ну, мне полезно было, что можно из обычных наших типов, так же, как в numpy.array мы можем передать какой-то лист питоновский, сделать из него numpy.array. Так же в torche можно создать .tensor, передавая в него, например, простой питоновский лист. Или numpy.array какой-то array, да. То есть, сейчас. Можно там numpy.array сделать из обычного листа, передать numpy.array в torche.tensor, и у вас тоже появляется torche.tensor, так вот он еще и тип данных поменял, потому что, видимо, numpy.array какой-то там... Ну, короче, прописано поведение для numpy.array, чтобы сделать ему обязательно тип там флот 64. А тут, видимо, это флот 32. Вот. Да. Да, флот 32 по дефолту, а для numpy он, видимо, прописывает, что типа сделалось больше памяти, типа 64 выдели, чтобы больше точности было. Окей. А потом видим, что можно создать... Если у нас есть какой-то... Так, а почему x1? Что? Если у нас есть какой-то тензор, заполненный числами, то, видимо, я не знаю, чтобы... Я не до конца понимаю сейчас функционал вот этой штуки, но можно... Ага. Сейчас. Понятно. Сейчас. Прогоняем. Ну, короче, видимо, еще один способ единичный... Массив создать только... Не очень понятно. Ладно. Понятно. Ничего не понятно. Ну, короче, да, массив единичный можно еще вот так создать. Чем отличается от этого, мне непонятно, но, видимо, и не важно. Потом можно создать случайный массив. Вот это каждый раз, когда у нас есть like или as, это просто синтаксист, который говорит, что, типа, вот такого же размера, как то, что я тебе передам первому аргументу. Мы видим, что у нас первым аргументом передается x1 размера 5 на 3. И когда мы такие torch, random like, x1, но он создает нам действительно массив случайный, размера такого же, как его первый аргумент, то есть 5 на 3. Вот. Потом есть операция сложения, которая делается поэлементно, то есть плюс это просто поэлементно, эквивалентная запись это вот через точка add. Можно это... Результат сложения можно... То есть, типа, не делать вот так, z равно torch add, вот так, а просто сказать, что, типа, результат сложения запиши в... Вот в эту out-матрицу z, видимо, где-то это может пригодиться, сходу... Сходу не придумаю. Зачем? Ну, потенциально, если у вас какая-то матрица, которая сама, там, результат каких-то функций будет, я не знаю, что-нибудь такое-то, вы ее сюда передадите, и у вас это все функционально, красиво, по-питомски отработает. Но, да, в общем-то, эквивалентная запись это вот такая. Да, поэлементное умножение, потом есть матричное умножение, которое такое же, как в NumPy. Есть другой вид матричного умножения, который, опять же, эквивалентный вот этой записи. Matrix Multiplication MM. Да, потом есть функция unsqueeze, которая, на удивление, оказывается полезной. Это вы добавляете просто еще одну размерность. То есть вместо того, что у вас будет двумерный тензор размера 5 на 3, вот эта операция делает так, что у вас теперь трехмерный тензор размера 1 на 5 на 3. И такое, например, пригождается, когда у вас в торче такой интерфейс, что у вас нейросеть требует на вход именно… То есть если вы хотите, допустим, через нейросеть прогнать картинку, то ей не получится дать просто матрицу. Ну, то есть картинка – это матрица, правильно? То есть не получится ей просто передать матрицу, а он именно ждет как будто массив матриц, то есть массив из картинок. Поэтому даже если вы захотите вдруг прогнать одну картинку, вам все равно из-за этого надо будет сделать массив картинок, то есть трехмерный вектор, просто у него одна из размежностей будет один. Вот, и поэтому вот эта функция unsqueeze оказывается полезна, потому что она ровно это и делает. Вот, ну, соответственно, если есть unsqueeze, то есть unsqueeze, и делает он обратное, просто удаляет одну из размерностей, но эта размерность обязательно должна быть один. То есть вы не можете схлопнуть, ну, вот если у вас 5 на 3, то вы попытаетесь схлопнуть вот эту размерность, у вас ничего не выйдет. А если вот один на 5 на 3 вы пытаетесь схлопнуть вот эту вот нулевую, то все получится, потому что это действительно, ну, как бы, можно на это посмотреть как на бесполезную размерность. Типа однозначно определена операция того, как ее избавиться, там никакой дусмысленности не возникает. Поэтому unsqueeze есть, и он работает. Вот он тут. Да. Есть какие-то вопросы? Тут вроде все понятно должно быть, обычное там сложение, умножение поэлементной, вот этот вот squeeze, unsqueeze, вроде должно быть понятно довольно. Ну да, ну и, соответственно, можно делать какие-то срезы, то есть также обращаться по индексам. И, да, интерфейс такой же, как в NumPy, такой же, как в родном питоне, там типа двоеточие, всякие запятые. Все такое же. И можно переводить обратно в NumPy с помощью вот такой вот операции. x.numpy. И все. Ну да, и тут у нас показано, да, что вот мы в NumPy создадим массив единичек, в торчес создадим массив единичек, а потом переведем в NumPy, то они будут очень близки. Типа вот насколько, ну, потому что могут возникать какие-то теоретические там, нестабильности, да, что у вас там создастся, когда вы создаете массив нулей, что у вас там создали, или сделали какие-то операции, и вы видите число как ноль, но записано оно как там типа ноль-ноль-ноль-ноль, типа ноль, точка ноль-ноль-ноль, где-то там на миллиардной позиции единичка. Просто потому что комп так числа записывает у вас, типа только до какой-то степени вы можете точно отображать число. И это то, почему у вас есть, например, флот-32, флот-64, да, потому что где-то вам важно только 32 байта, вы используете флот-32. Если вам нужно вдруг очень точные операции проведете, вы делаете там флот-64 или флот-128. Они забирают больше памяти, но они вам зато гарантируют, что у вас больше чисел после запятой. Это ровно те числа, которые получились в результате операции, а не в результате какого-то компьютерного там округления. Ну вот. Ну да, и поэтому это я к тому, что вот поэтому используется функция allClose, а не вот такое типа сравнение, хотя конкретно в этом случае она наверняка даже отработает. А, нет, видите, не отрабатывает, потому что... Ну да, потому что есть какие-то... Не... А, так я не прогнал все. Даже просто только прогнал, да, не срабатывает. Давайте посмотрим, где... Ну тут нам пай вроде все ровно. А, и тут... Ну, короче, да. Через allClose сравниваем. Да, все, а теперь переходим к градиентам, к работе с градиентами. Значит, есть датасет классический, да, вот это бостонский датасет. Видим, насколько я помню, по... Там цены за здание, за квартиры. Давайте заплатим, посмотрим, как относится... Ну вот мы берем тут последнюю фичу по иксу, берем таргет по икреку, ну и получается какое-то вот такое распределение. Окей, это по сути нам не очень важно, это просто там как-то увидеть наш датасет. Да, и теперь вот основная как бы фича торча в том, что можно попросить торч следить за всеми операциями, которые происходят с нашим массивом и записывать, запоминать все градиенты. То есть, внутри этого работает примерно так, что у вас строится какое-то дерево. То есть, вы можете представить, да, что у вас там, если сделать какую-то операцию, типа икс плюс икрек, а потом все это умножить на z, это можно рассмотреть как какое-то дерево, да, где первое, где в корне там операция икс там плюс икрек, потом вот это все еще умножается на z, и, в общем-то, строится вот такое дерево, и потом обратно, проходя по этому дереву, посчитаются градиенты. И это то, что у вас сегодня было, типа, про форвард и бэквард пасс. Вам слышали такие слова на лекции? Форвард, бэквард? Ну да, форвард это там типа икс плюс икрек, а бэквард это посчитать производную там по икреку. Например, сейчас дальше будут примеры получше, но да. В общем, суть в том, что можно передать required град, и тогда торч начнет еще и вот это дерево строить и следить за градиентами. Да, кому интересно, можете в документации торча подробнее читать, если супер надо, но вот такого поверхностного понимания должно хватать. Значит, создаем два массива и говорим, и передаем параметр required град, чтобы тот же знал, что мы хотим еще и с градиентами какие-то работать, да. То есть создаем размерность 1, то есть это по сути числа. И так как мы пока что только создали вот эти градиентами, ну и, соответственно, создаем икс как отношение там последней фичи, значение последней фичи на максимум, то есть просто нормируем, а y это будет наш таргет. Давайте посмотрим размерности. Да, ну и по сути мы сейчас будем пытаться делать просто линейную регрессию, да. То есть у нас есть вот такой датасет, и мы глазками видим, что примерно, но вот тут если провести линию какую-нибудь вот такую для предсказаний, то ну вроде что-то похоже на тренд мы уловим. Да, и это то, что мы сейчас будем делать. У нас есть наш, ну и линейная регрессия, это, да, если помните, это что-то, что-то вида A умножить на X, точнее в нашем случае это V умножить на X плюс B. Вот эти мы будем, вот это наша линия, и вот мы сейчас будем пытаться ее обучать. Соответственно, параметр V, вот мы его определили, параметр B, вот мы его определили, и они будут обучаемы, поэтому для них градиент нужен, это мы тут и передали. Ну и данные наши это X и Y. Все, давайте смотреть, что дальше. Ну да, и вот мы делаем наше предсказание, да, простой линейной регрессии, как W, наш вес умноженный на данные, плюс какое-то смещение, какой-то BIOS. потом считаем LOS. LOS это MSE обычное, да, то есть наш предсказанный Y минус истинный Y, поэлементно возводим это все в квадрат, а потом считаем среднее. Это обычный MSE, который вы много раз видели. И потом считаем градиенты, то есть вот это LOS.backward, он именно, ну то и делает, что посчитает градиенты. И тут, если увидите, да, то есть это, ну он посчитает градиенты по всем элементам, которые того просят. То есть он посчитает градиенты и по W, и по B. То есть DL DW у нас будет, да, а, ну вот написано DL DW и DL DB, где L это наш LOS. И можете представить, как он это все себе понимает, да, то есть он видит, что Y пред, это вот эта вот операция, и в этой операции у нас два элемента, которые просят считать градиенты по ним. Это вот это W и вот это B. И теперь, когда мы вот это прогоним, мы видим, что действительно у нас какие-то градиенты посчитались, и больше там W.grad и B.grad это не нам. То есть там действительно какие-то значения. И это все автоматически получилось. В данном случае вы и сами могли бы посчитать градиенты ручками, да, просто написав формулу, что там градиент по B это будет X, градиент по B это будут, градиент по B это будет, что, единица? Это будут просто данные. И, да, но в целом можете представить, что когда у вас там сложная нейросеть, у вас много операций, операции сложнее, чем просто там плюс или умножение, и это очень удобно, очень приятно. И вот тут такая небольшая демонстрация этого, что градиенты автоматически посчитались. Ну и вот написано, что для доступа к значениям в тензоре используется атрибут точка data. Да, то есть B это вот этот ваш тензор, в котором много информации, да, то есть еще информация про градиент, а чтобы просто достать данные это data. Мы видим, что это одно число, можем сделать еще и точка item и достать само число. Да. Что-то тут есть? Вопросы какие-то? И понятно, что, как сработало, что, как, зачем следит, что такое градиент. Если мы переводим, если мы создаем тензор, если он вектор не тоже в торче, например, на RUNFY, и потом мы хотим перевести его в тензор торча, у нас есть возможность каким-то образом дать ему оптилистику реквайзи, как бы не предупреждать. Ну да, конечно, конечно. Да, вопрос был, что, допустим, у нас не такой сразу из торча вектор, а мы его из нампайрс создаем, и будет ли возможность ему реквайрс играет, да. Ну давайте попробуем торч. Ну короче, ответ да, это точно должно быть. Давайте посмотрим, как это, типа, в торч, ну я бы вот так делал, торч.тензор, и, допустим, какой-то нампай арей, который там из единицы, да. Вот это нампайрс, и потом requires.grat, requires.grat равно true. Окей. Обожаю вот это. Сейчас, давайте посмотрим. Он видимо думает, что это не тензор. давайте тогда посмотрим, что он воспринимает. Говорит, что тензор. Профессиональный машин лернинг пошел. Короче, да, вот бывает в торче вот эта тема с тем, что неочевидно как-то ведут себя с единицными числами. Это вот то, что я вам описывал, да, что, например, почему-то единичное число всегда как тензор к нему обращается через item, и какие-то приколы с размерностями, это то, что может быть неочевидно в питоне. Например, вот сейчас что-то неочевидное, ну мне происходит, и потом то, что я вам про сетки рассказывал, да, что ты хочешь прогнать одну картинку, а он у тебя просит, типа, даже если она одна, все равно сделаю из нее трехмерный массив, типа, я сам не понимаю, что это можно сделать. Вот, такое возникает, но давайте попробуем потратить на это две минуты. Если я за две минуты не разберусь, можете семинары вести вместе с меня. так, 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 может может быть он просто не флот и поэтому да спасибо не догадался короче видим что там проблема была в том что он интовый и видимо он боится считать градиенты поинтовым числам потому что как-то самому придется округлять или что такое но когда нужен флот действительно быстрее вот так создавать флотовский через 1.0 и скорее всего если я здесь уже напишу приклад град что он и requires град он так отработает и не нужно будет потом отдельно да ну короче и все будет хорошо да да это мы посмотрели и теперь теперь давайте попробуем зафитить вот эту линейную регрессию до которую мы делали вот она в x плюс b то же самое считаем loss считаем backward помним что у нас градиентный спуск это ну и мы хотим сделать градиентный спуск и помним что градиентный спуск это наша исходная точка ее значение меняется на значение исходной точки минус какой-то шаг умноженное на направление градиента это то что тут написано давайте по вода то мы меняем его на допустим мы хотим шаг 005 и умножаем на градиент и все это конечно типа с минусу то есть мы обновляем значение w обновляем значение нашего байса потом чтобы на следующем шаге у нас градиенты посчитались заново то есть ну да чтобы они заново посчитались они как-то добавлялись к предыдущим или там непонятно что еще происходит в этом торча внутри да и ну вот здесь просто отрисовка какого-то графика давайте смотреть что будет вот мы видим как меняется наша функция то есть что у нас действительно градиентный спуск работает там какие-то находят ошибки какой-то лосс в направлении отрицательного градиента по этому лоссу мы обновляем наши w и b и еще раз убеждаемся что торч действительно умеет считать за нас градиенты и все очень легко и просто и да и что там реальные настоящие градиенты да и это подтверждается тем что наша линия стала действительно лучше фититься под данные если там что-то левое что она как-то другие стороны шла вот вот этот кусок кода есть по нему китовые вопросы то есть приятно да что у нас вот наш лосс это там усреднение какие-то минусы это квадраты а для того чтобы посчитать по нему градиенты причем по двум значениям и по w и по b да вы просто точка б аккорд написали а дальше спокойно используйте эти градиенты и то что приятно это то что он считает все это внутри не только по таким простым операциям а по более сложным то есть потом у вас пойдут какие-то нелинейности в нейросетях да какие-то вам рассказывали про релу то есть там функция макс и тангенсы всякие у нас были 20 где экспонента забыл до сигма и да сигма и да всякие по всему поэтому будет считаться градиент удобно все да теперь если нет вопросов можем написать первую нейросеть нашу хотите перерыв на подышать надо или продолжаем просто как вам ваша концентрация и самочувствие кто за перерыв руку вверх я запил а это вышла типа не рискуете руку поднять я должен руку поднять ну давайте да давайте минут пять на подышать возьмем и через пять минут возвращаемся в 20 давайте через 7 минут в 15 30 возвращаемся продолжаем семинар а а Продолжение следует... 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 Которая определяет то, какой элемент из датасета будет даваться на каждой итерации, то есть то, как выглядит ваш батч. То есть из всего датасета вот этот айтем определяет, каким образом доставать, возможно, предобработать батч. И элемент лен, который возвращает число элементов в вашем датасете. А все остальное, как предобработать датасет, в каком виде его хранить, это все уже остается внутри, это все модели дальше не нужно, поэтому это все скрыто в классе датасет. Видите, тут какие-то предобработки идут, то есть, например, мы не храним, то есть тут адресов, и когда требуется какая-то картинка, считывается картинка по этому адресу, там преобразуется в флот, решейпится и возвращается. То есть есть какие-то свои плюсы, например, не нужно хранить. Например, есть огромный датасет ImageNet, там миллион картинок, и это все не нужно держать в памяти. Вы держите в памяти просто адреса, а потом, когда в цикле обучения вам нужны именно сами картинки, вы просто их считываете, преобразуете, и это все скрыто вот в getItem методе. Да, в общем, да, вот наш простой пример такого датасета, да, мы видим init, ну у нас такой простенький, в него передаются x и y, ну и все, и внутри запоминаются. Потом есть определенный важный метод len, определенный важный метод getItem, len просто возвращает длину x, то есть длиной нашего датасета мы будем называть количество элементов в x. Ну вот в этот раз так решили. Окей, очень важно, что наследуемся датасета и метод getItem. Видим, что метод getItem возвращает словарь, в словаре есть sample, то есть это именно item, который, то есть batch, который мы, который у нас попросили, и target. Ну окей, такой метод getItem. Все, создаем наши x и y, формируем датасет, делаем датасет getItem и видим, что действительно все отрабатывает так, как мы ожидали. Окей. Да, для того, чтобы вот получать датасет, то есть работать с датасетом, есть еще один класс, это еще один объект, это dataloader. И если обратите внимание, то у нас тут getItem возвращает один элемент, да, но именно формирование батчей уже происходит на уровне dataloader. И вот вы ему передаете ему количество элементов, которые вы хотите формировать в батч. Да. Тут еще можно по логике, тут больше должно быть ключевых слов в параметрах. Например, вы видите, что можно смешивать, то есть непоследовательно брать элементы, а как-то случайно. Потом увидите, что можно распараллелить это все, да, то есть чтобы у вас там 4 воркера доставало, вот эти бачи не один. И при желании много всего тут можно сделать. И поэтому, короче, ну вот этот dataloader, казалось бы, который в нашем случае не очень много делает, и можно было бы возвращать вот тут элементы и не пользоваться уже никакими dataloader, но, в общем-то, потом увидите, что по мере вашей практики, что эта штука полезна, и ее можно использовать более полезно, чем мы тут. Ну, в общем, да, короче, запоминаем, что данные сначала сформировать датасет, а потом еще и датасет обернуть в dataloader, который будет подгружать вот эти данные из датасета. Ну и, соответственно, по dataloader можно просто итерироваться, да, вот здесь это написано через next и iter, но, по сути, это та штука, которая в форе, да, то есть вы можете сделать фор по dataloader, и дальше, скорее всего, в нашем обучающем цикле это будет. В общем, да, dataloader какой-то элемент, по которому можно итерироваться, и на каждой итерации вам будет возвращаться батч сайза, который вы указали. Вопросы? Есть какие-то? Непонятно тут было. Окей, видимо, нет. Тогда давайте дальше. Теперь посмотрим, как, собственно, нейросети построить, архитектуру. Опять же, нужен отдельный класс, нужен отдельный объект этого класса. Класс обязательно должен следоваться от nn.module. nn, это, напоминаю, это торчевская библиотека, вот, fromtorch.import.nn, и у нее есть подбиблиотека, которая называется модуль, и от нее должен следоваться класс нашей нейросети. Да, вообще не обязательно. Короче, вот у нас так получается, что вся наша нейросеть, это один как бы, это и есть один модуль, но вы можете себе представить, что вам сегодня что-то про свертки говорили, да, что у нас будет нейросеть, которая состоит из разных частей. Допустим, какая-то часть, в которой там свертки, вы захотите это в отдельную вынести, там, в отдельный, но это и будет модуль, да, типа сверточный модуль. Потом обычно после сверток идут какие-то полносвязанные на свои, и это полносвязный модуль. И каждый из этих модулей вы должны обернуть будете вот в такой класс, можете создать, да, типа класс там, типа convolutional network part, класс fully connected network part, и потом все их соединить. Это я к тому, что не смотрите на модуль как на полноценную нейросеть. Это наследуется от модуля даже части нейросети, просто у нас так получится, что сетка простая. Вот, например, вот этот const2d, это наверняка тоже будет модуль такой же. Короче, да, модуль это какая-то часть вашей нейросети, или вся нейросеть, если она у вас простая. Вот. И у каждого такого модуля должен быть forward. Насколько я знаю, backward пишется автоматически, или вы можете переопределить backward, если он у вас какой-то особенный, если вы хотите как-то там по-особенному посчитать градиенты, пропускать какие-то градиенты, или определить градиент для какой-то недифференцируемой функции, как-то по-своему вы там придумаете, что это будет градиент. Вот. А можно будет и backward переопределить, но, в общем-то, да. Вот так вот выглядит классическая нейросеть. Можно альтернативно сделать, можно, если у вас модель какая-нибудь последовательная, то есть вы потом увидите, что, короче, у вас, давайте я вам покажу, например, что нейросети не обязательно последовательные. То есть в какой-то момент у вас может произойти такое, что вот у вас идут данные по каким-то там... Ну, вот картинку, картинку бы загрузить. Сейчас. Нет или не сейчас. Ну, в общем-то, давайте попробуем так, раз уж нам не дает интернет, а хорошо. В общем, видите, да, что у вас... Это архитектура нейросети, неважно, что вот эти блоки обозначат, не нужно этим голову... Ну, вот отсюда идут данные как-то. Ну, короче, как-то идут данные, а потом они расходятся по разным потокам, да, а потом обратно сходятся в один. И это я все к тому, что это более сложная архитектура, и с помощью, например, вот такого типа sequential построения такую не построишь, да, придется писать свой класс, в котором вы будете описывать, да, что заходит в какой модуль, выходя из которого приходит в какой, и таким образом строить вот такую более сложную архитектуру. Но если у вас все последовательно, например, обычно линейный слой, потом relu, нелинейность, а потом опять линейный слой, то есть просто прямой будет граф, вот такой типа данные зашли, вышли из одного, зашли в другой, зашли в другой, то действительно можно вот так вот sequential построить, не определяя свой сложный класс. Вот ваша модель, вы добавляете модуль, называете его L1, и это вот NN линейная модель, там 5 на 10. То есть 5 фичей входящих, 10 выходящих. Потом relu, нелинейность, называете это L2. Потом еще один, ой, еще один линейный слой, там с 10 входящими, да, потому что вот тут было 10 выходящих, значит, следующий слой должен принимать 10 входящих. И на выходе, почему-то написано 5 на выходе, ну тут, короче, числа в комментариях не сходятся, но, короче, не слушайте числа в комментариях, что типа вот мы ждем 10 фичей, и их сводим в одну фичу. И альтернативно такую же модель можно построить вот так, да, то есть NN sequential, и по очереди передавать наши модули. То есть вот это NN linear, это наверняка такой же модуль, как и вот тут. И relu также, и linear, собственно, так же, да. То есть просто два эквивалентных способа, кому как больше нравится. Вот, ну и можем передать в нашу модель batch. Batch это мы получили из dataloader, да. И помним, что у нас были сэмплы вот тут, поэтому берем batch sample, передаем в нашу модель, и таким образом вот этот batch проходит через линейную, через relu, через линейную, и получаем какое-то предсказание. Вот такое получили предсказание. И обратите внимание на размерность, да, у нас тут 4, давайте посмотрим, как это формально, 4 на 1, и 4 на 1, потому что у нас batch размера 4, где каждый элемент batch'а в конце превращается в одну фичу. Вот, давайте пробуем. Вот так, ну то есть мы поменяли, что теперь у нас две выходные фичи, и теперь, ну вот, теперь два числа, да. То есть количество выходных фичей, это по логике уже ваш ответ. То есть если мы делаем какую-то регрессию, регрессия это число, мы хотим там предсказать цену дома, у нас будет одно выходящее значение. Если мы делаем классификацию на 10 классов, то будет 10, соответственно, и увидим, что у нас 4 элемента, для каждого из которых у нас есть предсказание размерности 10, и поэтому увидим, что 4 на 10. Да, но потом это в какие-то сигмоиды и так далее, чтобы сделать классификацию, но, короче, суть должна быть ясна и отсюда. Есть вопросы какие-то? Как строится? Откуда, почему какие-то цифры? Такие именно и так далее. Нет, нет вопросов. Хорошо. Да, значит, построили датасет, взяли датасет лоудер, который определяет, как из этого датасета будут доставаться данные, построили нашу архитектуру, первую нейросети. Ну все, теперь нужно обучить что-то. Давайте обучать будем на реальных данных, не на наших вот этих рандомно сгенерированных, смешных. Значит, есть датасет Мнист. Скорее всего, вы пересекались, да? Это датасет, который имеет там 26 на 26, по-моему, картинки, а, ну нет, 28 на 28, картинки рукописных чисел. Вот так вот выглядят примеры из этих данных. Давайте посмотрим, какая работа ведется, чтобы сделать из этого элемент, с которым Torch умеет работать. Значит, потому что Мнист – это очень распространенный датасет, для него уже есть готовый класс датасета написанный, и на вход он хочет себе директорию, в которой будут все картинки. Потом мы хотим показать, что вот это будет тренировочная часть. Мы хотим сказать, чтобы данные загрузились, и какие-то трансформы мы хотим, да? То есть у нас есть картинка. Картинка, скорее всего, хранится как файлик с числами, который загрузится, скорее всего, в NumPy, а мы хотим, чтобы еще это было в Tensor. Потом, когда будете работать с сверточными сетями, вы услышите про аугментации какие-то, да? То есть это метод расширения вашего датасета, и потенциально вы захотите какие-то другие аугментации сделать. Или вы хотите, чтобы ваша картинка загружалась не просто как Tensor, а просто как Tensor, который мы хотим еще, короче, отнормировать нашу картинку, да? Еще обрезать ее в 256 на 250, ну, типа, у нас 28, да? Пускай будет обрезать в 15 на 15, и это все будут трансформы. Да? Ну, просто у нас тут простой случай, трансформ один. Мы просто хотим, чтобы наша картинка превратилась в Torch Tensor. Это наш тренировочный датасет. Потом у нас есть валидационный датасет, который такой же, но единственным отличается вот этим параметром train равно false. И потом есть лоудеры, да? Сделали датасет, теперь нужен лоудер. Все, мы делаем тренировочный лоудер, делаем валидационный лоудер, передаем каждому соответствующий датасет, говорим, что хотим бачи по 4, говорим, что хотим, чтобы это все еще размешивалось. Тут непоследовательные картинки давались, да? Как-то там случайно делай под выборки. Ну, и загружать будем с помощью одного CPU. Никакой параллелизации мы не хотим. Теперь просто смотрим, например. Видим, что тут опять какой-то пошел, уже началось вот эти сквизы, ант-сквизы, потому что, да, наверняка матплод... Вот это им шоу хочет двумерную картинку, а я вам рассказывал, что для торча там это должно быть обязательно трехмерный хотя бы, да, чтобы это был массив картинок. Ну, в общем-то, да. Отрисовали, видим, что вот так выглядит. Все, теперь делаем нашу модель. Модель будет простая, последовательная. Значит, первый элемент – это мы хотим, чтобы то, что к нам приходит, выпрямилось. То есть мы работаем не с мат... То есть на вход нашей сетки приходит не матрица, а вектор. Вектор этот будет размера 28 на 28, да, потому что у нас картинка такого размера. Выпрямим, получится 28 на 28 фичей, и мы хотим это пересчитать в 128 фичей, да. То есть на вход получаем нашу картинку 28 на 28, а пересчитать полносвязным слоем мы это хотим все в 128. 128 фичей. Потом это все прогнать через Relu. Relu, напоминаю, это просто максимум. То есть если в Relu приходят какие-то числа, то если это число больше 0, то оно после Relu остается с собой же. Если оно меньше 0, то оно превращается в 0. То есть это просто максимум из 0 и x, который пришел. Ну и все. А потом еще один линейный слой, который вот эти наши 128 фичей пересчитает в 10 фичей, потому что именно 10 классов у нас и есть. То есть от 0 до 9 числа рукописные. И такой объект, который Optimizer, это объект, который определяет, каким образом будут считаться ваши градиенты и обновляться ваши параметры. И у нас просто SGD, то есть Stochastic Gradient Descent, который по одному элементу будет считать градиент и обновлять вот эти параметры. Параметры модели. Ну и параметры модели в этом случае, как вы думаете, где они, сколько их? Что здесь обучаемые параметры вот в этой модели? Ну это все свои, да. Но какие конкретно? 128? Непонятно откуда берется. 128? Ну то есть представьте себе. А, да, почему 128 просто? Ну типа просто 128. Что? Ну да, ну то есть смотрите, это линейный слой. Линейный слой – это матрица. Это умножение на матрицу, да? То есть у вас будет матрица вот такого размера. Ну, короче, у вас на вход 784 числа, и мы хотим их перевести в 128. Для этого мы должны умножить на матрицу там типа 784 на 128. Правильно? Потому что вектор у нас 1 как бы на 784, матрица 784 на 28, получается вектор 1 на 128 при перемножении. У кого кто-то не понимает, что я сейчас за цифры? Кому-то поясните, это важно, в принципе. Если у кого-то сомнения. Давайте так, кто понял, что за цифры я называю, что за операции, и какие цифры, почему получаются? Я прям видел, как пара человек, посмотрел на других, и такая, ну ладно, все подняли, я тоже подниму. Что? Короче, смотрите, у нас есть где писать. На доске писать? Сейчас. Видно ли будет доску? А, есть ли у меня маркер? Что-то сейчас происходит? Я сейчас буду пытаться объяснять, что за числа у нас модели, и почему они именно такие. Значит, у нас есть наша картинка. Это один элемент. Видно? Ну, зеркалит, неважно, наверное. Не знаю. Короче, в Zoom, если кому-то что-то плохо, кричите. Там включен звук. Что-то непонятно. Короче, объясняю, откуда берутся вот эти цифры, да? И как, и что вообще визуально из себя представляет вот этот кусок кода. Значит, мы работаем с данными, где один элемент наших данных это картинка размера 28 на 28. 28 на 28. Чтобы было легче и удобнее, чтобы вы справились с теми, инструменты, которые у вас есть сейчас, а именно там полноцвязные слои, это нужно выпрямить, да? Это получается вектор 28 на 28. Это 784, видимо, да? Вот у нас получается размерность 784 на 1. И все. И теперь мы строим следующую нейросеть. Мы строим нейросеть, у которой, скорее всего, какие-то такие визуализации у вас были, да? Где каждый кружочек это одна фича, то есть у нас вот таких там 784 штуки, а на выходе мы хотим там 120. и это полноцвязные слои, да? Поэтому у каждого вот такая связь, от каждого к каждому, в общем-то, да. И вот к нам пришел наш вектор 1 на... 1 на 784. Вот эта штука, это, по сути, просто умножение на матрицу, да? На матрицу размера 784 на 128, да? 784 входных фичи. Мы хотим просто... 128 просто выбрано. Мы такие, 128 будет достаточно, чтобы описать всю вот эту богатость картин. Окей, делаем 128. И получается, что у нас матрица там 1 на 784, 784 умножает, я не знаю, как умножение, обозначится с собакой. Умножается на матрицу размера 784 на 128. И результатом будет матрица размера, ну, центральная, как бы, игнорируем, да? И получается, результирующая это 1 на 128. И это ровно то, что мы ожидали сделать. То есть это то, что выйдет отсюда, как бы, да? 128 фичей. И получается, что для нашего одного элемента теперь мы имеем 128 фичей. Но из-за того, что мы, как бы, перемножили какую-то матрицу размера... Ну, вот. И, соответственно, обучаться будет вот эта матрица 784 на 128. Это наши параметры. И из-за того, что мы, как бы, их оптимизируем градиентами, мы будем считать, что вот это 1 на 128 это более осмысленные фичи. То есть они, как бы, вобрали вот в себя все знания из вот этих 784 и еще там что-то, короче, сделали. Поэтому мы, как бы, сжали более... Ну, короче, да. Весь смысл убрали в 128 фичей. И получается все. Теперь вот... Ну, и, соответственно, если у нас бач, то у нас будет, там... n уже, то есть не 1, а n на 784, где n это количество картинок, тогда мы умножаем n на 784, а потом на фич... Ну, матрица фичей не меняется. Это все, это все та же модель. Модель не зависит от количества данных. И у нас получается n на 784 умножается на 784, на 128, и теперь наш результат это... Как они пишутся? Это n на 128. Получается, каждый элемент мы определили 128 числами, то есть вектором размера 128. Вот. И получается то, что... Ну, и это все прогнали через рилу какой-то. Рилу не меняет количество элементов. У нас все еще 128. Вот тут фичей. А потом у нас еще один такой же полноценный слой, типа вот тут вот эти 128, который теперь... 4, 5, 6, 7, 8, 9, не знаю, сколько... Короче, 10. Да, и такая же матрица будет... Ну, не такая же, но такая же по сути. Размера 128 на 10. Ну, и умножим наши n. И у нас получается наша матрица, которая вышла отсюда, размера n на 128, умножить на матрицу фичей, которая вот в этом втором слое, который linear 128 на 10, а это матрица размера 128 на 10 обучаемых параметров, и получится там n на 10 в конце, потому что n умножить на 128, умножается на матрицу размера 128 на 10, 128 посередине сокращается, получается n на 10. Таким образом, для каждого из наших n элементов у нас есть 10 значений. И число 10 уже осмысленное, потому что это количество классов. Ну да, вот поэтому вот эти 128 вот тут должны быть одинаковые обязательно, и обучаемых параметров у нас получается на вот 100. Когда 784 на 128, это первый слой, плюс 128 на 10, это второй слой. Вот. Потенциально там где-то паяц мог затеряться. Типа, вот у нас матрица и плюс еще одно какое-то число, да, чтобы сместить паяц. и вот тут то же самое. Но это, короче, без минус 1 вам для понимания не сильно меняет картину. Вот. Там что-то было видно в зуме? Ну, я надеюсь, что да. Я не знаю, зум, как дела? Да, все видно. Круто. Добавно, если это кто-то из аудитории сказал, что это в зум. Да, есть вопросы какие-то по вот этим схемам, типа числам, что-то. Ладно. Окей. А, две минуты осталось. Ой-ой-ой. Короче. Да, разобрались с архитектурой. Есть наш оптимайзер, который будет считать градиенты и мы передаем. Слушайте, а знаете, что я взял? Давайте для интереса. А, это генератор? Нет. Сейчас. Нет, я не буду с этим разбираться. Я хотел сказать, совпадет ли это с нашим числом, которое я вам написал. Но сейчас мне придется в документацию залезать, чтобы доставать, какие параметры обучаемые, какие нет. Короче, давайте не будем. Вот. Мы можем вот здесь посмотреть на эти параметры. Вот они. Ну ладно, по сути, смотрите, можем посмотреть глазами. То есть, у нас есть наши веса. То есть, сейчас откуда числа берутся. Ну, видимо, для слоев, да, первый, второй, третий. Первый. Просто веса. Потом байсы для первого. Вот они. Типа, видите, у нас теплые. То есть, название и значение. И видим, что requires grad true. Потом веса, потом байсы. Ну и действительно, у нас, короче, обучаемых пар параметров две штуки. То есть, у нас один линейный слой и второй линейный слой. Ни вот это, ни relu не требует никакой обучаемости. Ну и мы видим, что у нас вот байсы, параметры, байсы, параметры. И действительно, таких две, которые через тройку обозначаются, которые через один обозначаются. Это вот, видимо, нумерация идет. Это нулевой, это первый, и он действительно обучаемый. Это второй, это третий. Вот третий, и он действительно обучаемый. Вот. Да, давайте на 5-10 минут задержу, и все, и заканчиваем. Окей, все, у нас есть параметры. Теперь нужно установить вот такую прекрасную утилиту, как ван.дб, это weights and biases. Это сервис, который позволяет очень удобно следить за метриками вашего обучения. То есть это уже надо будет заходить на их сайт, там регистрировать аккаунт. Но это в целом можете не делать сейчас, я вам покажу просто, как это выглядит. Но да, значит, вы регистрируете аккаунт, как-то вот тут логин, у меня просто залогинено уже, у вас тут появится штука, которая попросит оведи-ка мне свой логин, потом вы введете логин, у вас появится штука, которая попросит вас оведи мне свой ключ API. И ключ API это вот такая штука, вы заходите в свой профиль, выходите из профиля, потому что там нет ключа, заходите в сеттинг, листаете, листаете, и вот у вас есть API-ключ. Копируете, вставите его тут в промпт, который у вас выскочит, и все, из-за вас все сделается. Значит, создается проект новый, который называется, у меня там несколько пайторчиков, поэтому давайте семинар, вот так еще назовем. Создается новый проект, и с помощью Watch говорится, что типа, вот смотри, вот за этой моделью будем следить. давайте посмотрим, что действительно проект создался. Вот, видите, PyTorch, ну, короче, вот это главное, слева ваши проекты, а потом есть PyTorch demo семинар, как-то случайно называется, вот это, вот это случайное слово, которое вы видите, это название рана, то есть в рамках одного проекта вы можете создавать несколько ран, да, там поменяли параметры модели, смотрите на метрики, как обучается, поменяли там loss, какой-то другой считаете, создается новый ран, видите, как они соотносятся. Все, но мы пока что ничего не обучали, поэтому никаких графиков и метрик у нас нет. Все, переходим теперь к обучению. Ну, и смотрим, как выглядит обучение. Значит, переходим к 5 эпох, эпохой называется один полный проход по данным. Из-за того, что у нас батч, одна итерация не равна одной эпохе, то есть одна эпоха это будет несколько батчей. Если у вас там 100 элементов данных, у вас батч размера 4, то вам понадобится 25 раз прогнать батч размера 4, чтобы сделать одну эпоху. Понятно? Это то, что называется эпохой. Вот, потом проходитесь по тренировочным данным. Видите, наш лоадер это именно какой-то iterable объект, то есть мы по нему проходимся, достаем x-train, y-train, все, считаем. Значит, в модель засовываем x-train, получаем предсказание. Считаем наш лосс как кросс-энтропию, это все готово, и за вас написано. f это модуль PyTorch, функционал, сокращенно f, его часто заменяют, импортируют. Считаем кросс, ну, у нас задача классификации, классифицируем картинки, предсказания, train, по ним считаем кросс-энтропию, это лосс. Считаем градиенты, делаем шаг оптимайзера, то есть шаг оптимайзера это то, что как раз мы писали когда-то руками, да, типа v равно v минус шаг умноженный на градиент. Это все вот в строчке оптимайзер.step, то есть и когда-то в оптимайзер мы передавали модель, поэтому он обновляет именно нужные нам параметры. И обязательно делаем zero grad, то есть мы говорим, что типа все, ты все градиенты, которые посчитал, мы их использовали, теперь обновляем, на следующей трассе будут новые градиенты. Вот этот шаг я вначале, многие наверняка вначале часто пропускают, но это очень важно, штуку, иначе у вас градиенты будут как-то копиться, то есть у вас градиентом от прошлого шага будут добавляться новые, да, поэтому важно писать zero grad. Ну и все, и каждые две эпохи мы хотим там выводить какие-то валидационные, логировать какие-то валидационные параметры. Мы хотим loss, допустим, и хотим accuracy, ну окей, пишем, что вот это важная штука еще, видите, что мы делаем это в каком-то контексте с no grad, с пометкой no grad, да, то есть это потому, что torch запоминает все операции, которые он делает, и для того, чтобы сказать торчу, типа, вот для этих операций, которые будут ниже, вот для них не запоминай, не строй никакие градиенты, не считай, вот, делается вот этот torch no grad. ну и все, и делаем то же самое, что для трейна практически. У нас есть наш валидационный data loader, мы делаем предсказания на валидационных данных, считаем валидационный loss, добавляем его в наш массив и считаем accuracy, ну то есть accuracy, потом посмотрите, это действительно расчет, accuracy, это количество правильно предсказанных классов. Здесь не совсем правильно, помним, потому что у нас несколько классов, поэтому считать accuracy не очень круто, потому что может быть дисбаланс классов, а мы считаем просто сколько раз мы конкретно попали, если у нас вдруг там сильный дисбаланс и предсказывается хорошо именно этот класс, то у нас метрика accuracy плохо покажет, но это и так просто, но тут считаем accuracy и добавляем опять же в наш массив метрик, и все, и логируем, вот видите, oneDB.log, логируем средний loss, логируем среднюю accuracy, и вот здесь уже в консоль печатаем, что вот такая это эпоха, такой-то loss, такая-то accuracy, ну и все, и запускаем это все дело. Он считает, наверное, долго, я не запускал это, скорее всего, долго будет считать, ну короче, ладно, давайте, вот нулевая эпоха, видим, что уже какой-то loss, уже какой-то accuracy, и давайте посмотрим на once and buy с наш, и видим, что там действительно появился дата-поинт, один, да, сейчас будет второй, второй, там будет график, и короче, полезность, ну, во-первых, приятно, да, что это все, то есть вы вот этот ноутбук закроете, его убьете и так далее, а результат ваших экспериментов все еще будет на вашем сайте, потом, когда у вас будет несколько ранов, то есть мы сейчас делаем один ран, и у нас будет один график, потом, когда вы сделаете несколько ранов, можете представить, да, что появится вот второй такой же элемент интерфейса, просто с красной точкой, и график будет красный, и можно будет накладывать один, там очень легко накладывается один график на другой, и вы можете видеть, как изменения, которые вы привнесли в модель, повлияли на процесс обучения и на ваши метрики, и это то, почему в AntsAdvices крутая полезная штука, давайте, наверное, чтобы было наглядно, какой-то свой график покажу, вот видите, то есть у меня тут много ранов, то есть тут я как бы в названии еще закладывал какие-то изменения, которые я привносил в модель, да, и вот видите, что вот я, например, логировал кросс-энтропию, логировал валидационную accuracy, и видно, как разные раны между собой сравниваются, вот, типа train, ну тут еще сглаживание я добавлял, да, чтобы прям не совсем смотреть на вот такие шумные данные, а вот как-то сгладить, чтобы тренд главный уловить, вот, и в общем-то оно так как-то выглядит, вот какие-то можно отмечать, чтобы их не видеть, раны, ну и в общем-то да, вот в этом прикол What's Advices и очень полезно, это я еще очень сглаживаю, да, я только там трейн, валу, кросс-энтропию и акрус строил, действительно, можно там миллиард себе метрик построить и следить за этим всем внимательно, это очень круто, очень полезно, да, да, в целом, про семинар все, вот какие-то вам дополнительные материалы, да, ну еще уторчал очень полезно то, что он внутри очень хорошо реализованно и очень много функционалов для того, чтобы тренировать и интерференсить на ГПУ, и это вам все руками не надо делать, ну в общем-то да, на этом, на этом у меня все, да, если есть какие-то вопросы, задавайте, ну в общем-то основная часть закончена, семинары. Домашки будут другие, да, ну не все, но короче, какие-то домашки поменяются по сравнению с прошлыми годами, типа одна домашка точно будет прям новая, новая, первая первая домашка вроде будет похожей достаточно на прошлогоднюю, но структура, структура поменяется, например, в прошлые годы, ну короче, вот вы можете представить, да, что у вас какая бы модель там не была, и что бы вы ни делали, у вас короче тренировочный вот этот цикл выглядит одинаково, довольно, то есть вы всегда хотите делать какое-то предсказание, всегда какой-то лосс, всегда какой-то бэквард, и очень много копипасты кода получится, потому что каждый раз, когда вы что-то тренируете, вам нужно вот этот цикл написать, и в прошлые годы в семинарах так и делалось, типа просто копипастился этот цикл, но в целом существует так называемый, ну короче, либо, который называется PyTorch Lightning, и это либо, которая как бы настройка над торчом, то есть торч сам по себе уже высокоуровневая штука, то есть вы создаете нейросети просто там модулями, типа добавить блок, добавить блок, бэквард, ну короче, уже высокоуровневая штука, а есть PyTorch Lightning, которая еще настройка над этим, которая еще более абстрактна, там типа цикл обучения, там это пару строк, да, а не вот эта вот штука, вот, и есть идея начать показывать вам вот этот PyTorch Lightning, и возможно в следующих домашках он появится, но это я так вам закинул, если вдруг не получится, то вы не слышали, если мы вдруг полением все переписывали, ну да, короче, просто знаете, что он есть, вот, да, и темы немножко поменяются, лекции, там, под конец, особенно, но, ну да, по сути так, так, ну все, тогда это,